This video is going to be about the glottal stop in English, or glottal stop, if you will, in general, and about the so-called glottal T, or when the regular T-sound becomes the glottal stop in particular. В этом видео мы продолжаем изучать позиционные аллофоны звуков T, D в английском языке. Будем разбираться, когда и почему T норовит превратиться в гортанную смычку, когда T, D могут вообще исчезать, а могут оставлять некие хвостики, влияющие на ритмику речи. Узнаем, какой страшный конфуз случился с русскоязычным основателем PayPal, когда тот пытался самостоятельно избавиться от акцента. Рассмотрим, какие типичные русские ошибки он делает до сих пор, спустя 30 лет жизни в США, и как вы можете их избежать. Познакомимся с англосаксонским божеством, которое мешает славянам правильно ругаться по-английски. Узнаем, как зашкварился режиссер Квентин Тарантино, и почему вы можете наступить на эти же грабли, копируя произношение американских поп-звезд. Что такое Transatlantic English, и почему иностранцы, не употребляющие гортанную смычку там, где нужно, звучат для американцев, как пафосные манерные аристократы из черно-белого кино. Гортанная смычка или glottal stop – это то, что звучит между гласными, когда вы говорите не-а, а-а. Кстати, а-а – это единственное слово в русском, где вы изолированно произносите звук шва под ударением. Впрочем, более точно это НОЗАЛИЗИРОВАННОЕ ШВА. Чисто было бы . Аналогичным примером гортанной смычки в английском является междометие . Анатомически у вас вот эта пауза возникает, когда вы смыкаете голосовые связки и прекращаете ток воздуха. Таким образом резко обрывая гласный. А потом также резко размыкаете и начинает звучать следующий гласный. Поэтому с точки зрения фонетики гортанная смычка – это согласный звук. И по характеру это стоп или же взрывной согласный, потому что при таком маневре голосовые связки полностью перекрывают ток воздуха. Отсюда и название glottal stop. Glottis – это гортань по-латински. Попробуйте вот так прерывисто говорить. А теперь то же самое шепотом. Если вы при этом положите руки на шею, вы сможете почувствовать, как там что-то дергается. Вот это как раз те мышцы, которые управляют голосовыми связками. И вы сейчас ритмично смыкаете и размыкаете голосовую щель. Вот это и есть гортанная смычка, звучащая изолированно. Ни в английском, ни в русском этот звук не имеет статуса фонемы. И все же гортанная смычка в английском играет важную роль именно в формировании акцента. Поэтому для постановки правильного английского произношения нужно знать, где она появляется и как себя ведет. В английском языке так называемая усиливающая гортанная смычка появляется в слогах с краткими гласными. И, 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 а в RP еще и О. Если после них идут П, Т, К, Ч, СИТ, ФОТ, ЛЕТ, КАТ, ЛОТ. А если слово заканчивается на , то гласный удлиняется, а эти согласные имеют некоторую тенденцию произноситься без релиза. Об этом я рассказывал в видео про безрелизные стопы и фортис и линес согласные в английском. То есть слово set мы произносим резко, крякая на гласном. А только потом после некоторой паузы добавляем . Причем оно может быть безрелизным, то есть мы только ставим язык на альвеолы, но не произносим , либо вообще может выпадать. Мы просто делаем гортанную смычку, то есть вот этими мышцами прерываем гласный . А язык вообще не шевелится, мы даже не пытаемся это произнести. С , это случается реже, и они, как правило, на чистую гортанную смычку не замещаются. То есть , звучат либо полноценно, либо безрелизно. Как . Встречается ли такое в русском языке? Кое-где. Например, когда вы эмфатически выделяете тоном какое-то слово. Где мой телефон? Куда я его дел? Или когда вы сидите с друзьями на шашлыках. Хорошо сидим. Хорошо. Хорошо. У нас здесь резко повышается тон, и мы обрываем гласный гортанной смычкой. Хорошо. Или нечто подобное возникает в кластере как в слове летчик. Там есть маленькая пауза – летчик. Мы не говорим летчик, летчик. Мы говорим летчик. И есть даже несколько минимальных пар в русском, где этот элемент меняет смысл. Счетчик – это про прибор, а счетчик – это про щечки. Счетчик – счетчик. Датчик – это тоже прибор, а датчик – это родительный падеж от слова дачки. Датчик – датчик. Летчик-датчанин тотчас отчалил на отчизну без отчета. Единственное, мы не икаем так сильно в этих словах по-русски. Летчик, датчик, счетчик. А в английском в таких сочетаниях matching, itching, stretching гортанная смычка звучит гораздо более интенсивно и напряженно. Причем в британском английском это икота более интенсивная и встречается чаще. Американский акцент звучит мягче в этом смысле, примерно как русское «летчик». Икают американцы в таких позициях реже. Но в любом случае и в любом английском эти слова начинают звучать так в эмфатическом произношении, когда на эти слова падает фразовое ударение. А например в слове said очень часто звучит без релиза, то есть мы касаемся кончиком языка альвеол, начинаем произносить... Но до шумного хлопка не доводим. Примерно как по-русски мы говорим «отдать», «отдать», и все. И вот на этом в английском строится разница между said и said. На том, что в первом супер краткий гласный, который обрывается гортанной смычкой, а во втором гласный тянется чуть дольше, и вибрация голосовых связок успевает еще погудеть на начальной фазе . Я сейчас здесь вкратце об этом напомнил. Если для вас все это новость, лучше посмотрите два упомянутых видео, чтобы глубже понимать, что здесь происходит. А мы сейчас потренируем эти нюансы на минимальных парах. Для начала нам нужно размяться, чтобы мышцы вспомнили, как это выговаривать. В парах типа set – said, right – ride, light – lied, старайтесь икать там, где выпадает – set – set. Мы не будем произносить специально, а в этом упражнении мы будем выговаривать без релиза – said – said. Не потому, что они всегда так должны звучать в реальности где-то через раз. Но это важно отработать, потому что есть определенные позиции, где только так должны звучать, и есть характерные ошибки русскоязычных, которые мы будем разбирать дальше, и которые вы обречены повторять из раза в раз, если не овладеете этой техникой. Продолжение следует... Продолжение следует... ... ... ... ... ... ... ... ... American pot, pod, cute, cute, pat, pad, dead, dead, bite, bide, bet, bed, lit, lid, heart, hard, American heart, hard, kilt, killed, slight, slide, tent, tend, fought, fought, American fort, ford, bad, bad, cut, could, American kurt, could, help, held. Дело в том, что в английском языке, когда слово заканчивается на , а следующее слово начинается на согласный, то практически всегда замещается на гортанную смычку или звучит без релиза. That was, get ready, let go, quite good, sit back, about me, hot summer, American hot summer, secret message, visit website. A wake up call, to get ready, get ready, the bad guys are quite good, quite good, we have to let go of our past, let go, where you do sit back, sit back, А в комбинациях, когда слово заканчивается на , а следующее начинается на согласный, то имеет тенденцию звучать без релиза. Особенно часто это случается в сочетаниях д плюс другой стоп, то есть д плюс п, т, к, б, г. Read news, need games, should be, made clear, American made clear, would leave, good people, said words, American said words. More than 50% of American adults read news on social media. Read news. When good people do good things. Good people. We also need games that are about... Need games. As Francis made clear. Made clear. И в таких позициях важно владеть именно таким произношением, чтобы уметь отличать на слух следующие минимальные пары. Sweet soup. Sweet soup. Sweet soup. Right now. Right now. Dead lawyer. Dead lawyer. American debt lawyer. Dead lawyer. Card holder. Card holder. Car holder. American card holder. Card holder. Car holder. You heard me. 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 White belt. White belt. Eight packages. Eight packages. Slight change. Slight change. Broad meaning. Broad meaning. American. Broad meaning. Broad meaning. Whether a friend hurt me. Hurt me. That the industry heard me. Heard me. Slight change, but I know what you're thinking. Slight change. And looking at the slight change in light effects. Slight change. And he was on the nozzle, and I was right behind. Right behind. I'm going to ride behind those horses of his. Right behind those. А в русском языке у нас безрелизные т, д бывают только в их сочетаниях на стыке слов в начальной фазе удлиненных согласных. Под домом. Над душой. Ряд данных. От того. Под такси. Год тигра. А другие сочетания стопов возможны. Руткит. Ситком. Подкаст. Биткоин. Во всех этих заимствованиях у нас звучит . В русском . Даже в начале слово возможен. . А быстрее попробуйте. . Это вообще нереально быстро выговорить. В английском эти слова звучат так. Руткит. Ситком. Американ ситком. Подкаст. Американ подкаст. Биткоин. The CD would install without your knowing a Rootkit, on your computer. Рoooot Кит. A real action sitcom. СИТ wollte. Reviving the popular 90's sitcomS СИТ も. Подкаст. А comic strip. А empath자가 воспри When I was نyaliased. Men the reason that we're releasing this podcast now. Под-каст- niе-oo-oo HSCOCOCOC д BIKE Silver, gold, bitcoin, were also selling off Далее в русском у нас оглушается в конце слова. Кот, кот, рот, рот, зонт, зонт. Все эти слова звучат одинаково. Поэтому по-русски Brad Pitt. А по-английски Brad Pitt. Брад безрелизное. Hot dog. Здесь мы наоборот озвончаем предыдущий согласный, и у нас звучит двойное . А в английском не может озвончаться следующим согласным. И здесь будет гортанная смычка. Hot dog. American hot dog or hot dog. Now that's the equivalent of a hot dog bun. Hot dog bun. Matt Damon. Двойное в русском. А в английском . Та же история. в английском не озвончается регрессивно справа налево. В английском перед стопом становится гортанной смычкой. Matt Damon. How much money has Hollywood spent rescuing Matt Damon? Matt Damon. Итого Brad Pitt с безрелизным это голливудский актер. А Brad Pitt или Brat Pitt это какой-то зиндан для непослушных детей. Matt Damon, Matt Pauser Damon это голливудский актер Matthew Damon. А Matt Damon с двойным это безумный демон. Matt Damon. Ноутбук, футбол, баскетбол, футбол, футбол, футбол. Опять же та же история в английском предыдущий согласный не озвончается последующим. А на месте перед согласным на стыке слов или в сложных словах глотализуется. Ноутбук, футбол, баскетбол, американ футбол, баскетбол. Футбол, баскетбол, баскетбол. А дальше мы поговорим об одной типичнейшей ошибке большинства русскоговорящих, которую зачастую делают люди даже в молодом возрасте эмигрировавшие и много лет в англоязычных странах проживающие. Потому что это одна из комбинаций звуков, которая встречается невероятно часто. Это сочетание, когда одно слово заканчивается на , а следующее начинается на . То есть сюда попадают куча самых распространенных function words, которые встречаются так часто, что вы спотыкаетесь об них чуть ли не в каждом втором предложении. at, out, it, about, that, not, what, but. И масса высокочастотных content words, которые заканчиваются на и другие. Проблема в том, что русские очень часто неправильно связывают их с в потоке речи. И вместо at получается add, вместо let them – let them, вместо hit them – hit them, вместо set that – said that, и вместо got there – got there. Или по-американски got there – got there. And led them to waiting Canadian troops. Let them – take these excuses and hit them head on. Hit them – can hit them economically. Hit them – they hit them in Christianity. Hit them. Или вот, например, киевлянин Макс Левчин, один из основателей PayPal, который эмигрировал в Штаты в возрасте 16 лет. И там, по своему собственному признанию, осознал, что стюардесса понимает его просьбы только с третьего раза. И таким образом пришел к необходимости работать над произношением, чем долго и упорно занимался. У его семьи не было денег даже на телевизор, поэтому он подобрал на помойке сломанной, починил и стал смотреть американские шоу и попугайничать за носителями. И он таки добился успеха в имитации. Когда он получил работу кларнетиста в оркестре, дирижер пригласил его в свой кабинет и поинтересовался, почему он разговаривает, как маленький чернокожий мальчик. Ты что, учил английский по сериалу Different Strokes? Дирижер попал в яблочко. Макс выбрал в качестве ролевой модели мальчика Арнольда, не зная о том, что комизм сериала в том числе строится на том, что там по сюжету пара аристократов усыновляют двух чернокожих мальчиков из нью-йоркского гетто, которые, разумеется, разговаривают с очень театральным стереотипным черным акцентом. И я планирую, чтобы выйти из него быстро. Я покажу твою беду. Музыкантам со слухом хорошо дается копировать интонацию, и он скопировал вот все эти черные манеризмы, которые в белых устах звучат исключительно кринжово. Вот вам еще один такой пародист. Музыкантам. Музыкантам. РАНС. Музыкантам. Музыкантам. Муза. Плезим ваших ман или критицины для тебя? А, интересная вопрос, в самом деле. Ну, я хочу радовать мои фанаты, и я хочу радовать критиков, которые мои фанаты. Критики не любят мои фанаты, я не дам. Тогда, Джейми, мой муж, да, 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 входит в Б.E.T. Awards. Мы все получили в контекте на сет этот день. Мои фильмы всегда были витамины с песней, но это всегда что-то, что я выбрал из моего коллекции. Это режиссер Квентин Тарантино, который с черными журналистами общается, имитируя черный акцент. Если вы не понимаете, почему это адский зашквар, наберите в поиске ютуба Tarantino Talking Black и почитайте комментарии. He's by a black reporter for a black entertainment media outlet. He does this homeboy persona. It's embarrassing. That was painful to watch. Maybe Spike Lee was right. Tarantino truly wants to be made an honorary black man. When he says, and Jamie, my man, I literally had to cover my eyes with my hands and pause the video. So much second-hand embarrassment right now. I kept having to pause because it hurt too much to watch, but then I hit play again out of morbid curiosity. Cringe. This was three minutes, but it felt like three hours. Tarantino has some type of mental or social disorder. Every interview I see of him is cringeworthy. I give up. This was really painful to watch. It took me a full half hour to get through the entire video. Literally covering my whole face trying to get through this three-minute long eternity. The critics ain't my fans. I don't give a damn. Then Jamie, my man. Yeah, yeah. The critics ain't my fans. I don't give a damn. Jamie, my man. What the guy a vote. Not a spear. Not a stock. Интонация. Вот так. Это характерный момент южных акцентов и черных акцентов, которые по происхождению южные. Называется это Southern drawl. Когда вот так характерно тянут гласные, как будто бы растягивая их на два слога. То есть вместо I have говорят I have. Или, например, вот как мальчик Арнольд. And I plan to get out of here fast. То есть у него, во-первых, гласный меняется, он вместо fast, вместо A говорит E, и еще его и растягивает. Fast. Но Тарантино человек творческий, с тараканами в голове, он в отдельном измерении живет, и он считает, что поскольку у него был черный отчим, и он очень много с черными общался в детстве, и это дает ему индульгенцию вот так с ними разговаривать, потому что он для них свой в доску. Но, разумеется, для всех остальных со стороны это звучит, как будто бы он их просто передразнивает. И второй характерный момент, это favorite line. My man. My man. То есть вместо my у него звучит my man. Вместо дифтонга I звучит долгий A. My man. И это тоже характерный момент южных акцентов, о котором я рассказывал в видео про дифтонг I. Ну и еще. I'm a get medieval on your ass. Это также насквозь черная фраза. Черная не в смысле черного юмора, который там, несомненно, присутствует. Черная в смысле афроамериканская. Amma вместо I'm gonna. Это характерный афроамериканский оборот. И также your ass вместо your ass. Это тоже афроамериканская черта. Афроамериканские акценты, они как британские. В основном r-less. То есть где буква r в конце слога после гласного не произносится. Ну, справедливости ради, в кино эту фразу произносит черный персонаж. И Тарантино просто здесь бережно один в один ее цитирует. Если все равно не поняли, объясняю в русском эквиваленте. Это как если я, русский, пойду на рынок, где кавказцы торгуют, и скажу Эээ, слушай, дорогой, дай мне 5 килограмм помидор. Как вы думаете, велики ли мои шансы выйти с этого рынка без фингала под глазом? Вот это такой уровень кринжа. Это примерно как если бы иностранец на полном серьезе выучил бы русский, ориентируясь на произношение Равшаной Джамшута из сериала «Наша Раша». Смешно, да? Вот с Максом такое произошло в реальной жизни. Поэтому ему пришлось переучиваться. Дирижер посоветовал ему копировать дикторов новостей, что, несомненно, было хорошей идеей. И он достиг того, что про него пишут в интернете следующее. Макс Левчин has worked hard to assimilate and speaks with only the faintest trace of an accent. Так в чем этот faintest trace заключается? А вот в таких непочищенных хвостиках в том числе. Мораль этой истории двояко. Во-первых, если вы думаете, что без долгой ежедневной практики взрослый человек может овладеть произношением иностранного языка, вы сумасшедши. Во-вторых, если вы думаете, что можно простым интуитивным подражанием наработать неотличимое от нейтива произношение, вы сумасшедший. Если вы не знаете, что именно слушать и что подчищать, что надо копировать, а что иногда не надо копировать, вы будете звучать как черный мальчик. Ровно до тех пор, пока вас в это носом не ткнут. А если не ткнут и вежливо промолчат, вы, возможно, так и не узнаете, что звучите как черный мальчик. или что произносите «бад» вместо «бад» спустя 30 лет жизни в Штатах. Теория без практики и практика без теории не работают. Так, собственно, почему многие русские не слышат разницу между «ад» и «ад»? В русском языке у нас возможны только два варианта сочетаний «т» плюс «д» и «д» плюс «т». Код дома звучат одинаково, как двойное «д», потому что «звонкий» и «согласный» в русском озвончает, предыдущий глухой. Код дома и код тома тоже звучат одинаково, как двойное долгое «т», потому что «глухой» согласный в русском оглушает, предыдущий звонкий. А в английском языке возможны четыре комбинации. Road down, road – гортанная смычка, а дальше down на «д» начинается. Road down, road down – здесь двойное «д», road down – гудим всю дорогу. Road town, road – гортанная смычка, а дальше town, «т» с аспирацией. Road town, road – безрелизная звучит, а дальше «т» с аспирацией. И каждый из четырех вариантов звучит по-разному и передает разный смысл. I know this has been said time and time again. Said time and time again. И точно так же «ад», «т» и «ад», вы уже знаете, что звук «д» здесь ассимилируется с соседним альвеолярным согласным и звучит как русское зубное «т» или «д». Если вы не понимаете, о чем я, значит ставьте на паузу и смотрите видео про звук «th», и только потом возвращайтесь, иначе дальше не поймёте, это долго объяснять, и здесь я это повторно разжёвывать не буду. Итак, когда «т» у нас выпадает перед другим согласным, на его месте остаётся либо чистая гортанная смычка, то есть пауза, или мы ставим язык в положение «т» и не произносим его, то есть безрелизный «т». Мы смыкаем связки, чтобы прервать гласный, чтобы звук был глухой, а язык ставим в положение русского «т» и замираем там «т». А дальше должен звучать русский «д», который в английском является аллофоном звука «д» в этой позиции в слитной речи. Ад, но пауза у нас там всё равно присутствует, связки сомкнуты и не вибрируют, мы не дышим в этот момент. А после паузы звонкие звуки, как «линес», слабые согласные, в английском имеют тенденцию оглушаться, поэтому в быстрой речи в «атта» звучит не что иное, как двойное русское «т», как в слове «оттаить» или «оттащить», «атта», «атта», или как русское «атта», «там был сущий ад». Что за «атта», «атта», «атта момент», ничем здесь согласные от английских не отличаются. А во фразе «адда» в результате ассимиляции звучит двойное русское «д», как в слове «отдай», «отдай», «адда», «аддаманы», «аддаманы». Здесь весь этот кластер звонкий. То есть в «атта» согласные звучат, как в русском «аттай», а в «адда», как в русском «аддай». И точно так же, понимая эту логику, вы научитесь различать на слух и правильно произносить и следующие минимальные пары. Hit them, hit them. Set the time, set the time. Let them, let them. Not the head, not the head. Or American, not the head, not the head. Ride the bike, ride the bike. It's right there, it's right there. Or American, it's right there, it's right there. Rate them, rate them. Hurt them, hurt them. Or American, hurt them, hurt them. That's not the point. Not the... That other people are not the same as you. Not the... You can nod the head a little. Nod the head. To right the wrongs of his father. Ride the wrongs. To right the wrongs that have been committed against. Right the wrongs. Could ride the bus. Ride the bus. И конечно же, butta, butta. И вот как Макс Левчин, его никто не тыкал носом в этот нюанс, и он так и продолжает неправильно произносить эту фразу. Будд это имя такое, а вы его призываете как какое-то божество. В каждом втором предложении. Потому что фраза butta встречается очень часто. Кто этот but, которого вы все время упоминаете? Пишите в комментариях, если вы осознали, что butta это и ваш закадычный приятель. But the way that it's told is quite subtle. But the price measures the profit. But the problem is they're very fragmented. If you can't bud the same day, you cut the bud sticks. Так вот, во фразе butta сочетание t плюс th чаще всего звучит как в русском butta. Butт это тайская валюта, а butta подорожал butta. Единственное гласный здесь нужно следить, чтобы был более закрытый, особенно в американском английском butta. В таком сочетании артикль звучит один в один, как русская частица то. Butт. Другой возможный вариант butta. Я пролистал 100 произношений butta в базе данных по англоязычным фильмам playphrase.me со звонким или с полноценным фрикативом butta не более 5-10%, наверное. Потому что это function words, и здесь редукция максимальная. But the current always correct itself. But the creep himself. But the emperor Claudius knew that they were up to something. But the hearts of men. But the trial court ruling is generally upheld in these matters. I do, but the work that is done. Who is but the form following the function of what? Yeah, but the deal was... He... But the question I'm asking you, ma'am. What the... И у бада есть еще приятель, англо-саксонский злой дух, который мешает славянам правильно ругаться по-английски. Это божество зовут what the. Та же самая история what the hell, what the heck и так далее. Согласные здесь звучат не как в русском в отдалении, в отдалении, а чаще всего как в русском what the. А ватта в этой лампочке сколько? Ватта. Артикль the чаще всего звучит в этом сочетании как т, как русское т, хотя может и не оглушаться и звучать как д. What the, what the, what the, но в конце слова what или what никогда не может озвончаться и превращаться в д, как мы это делаем в русском. What the... Relationship to what the content would be. What the... Okay, I mean, what the hell? What the... What the fuck, no. What the... What the hell do you know? What the... What the heck are you doing? What the... What the hell is this? What the... What the hell is wrong with you? What the... What the hell? What the... What the hell are we doing? What the... What the hell, you don't tell me? What the... What the hell was that? What the... Иногда, когда я студентам даю вот это объяснение, некоторые неправильно это себе представляют в голове и произносят это с английским альвеолярным , и еще его и придыхая. What the... Нет, стоп-версия th это именно русское . Спинка языка. Именно так, как вы произносите его в сочетании what the... А what the сколько? What the... Вы же не придыхаете там по-русски? What the... What the... Вы говорите what the... Вот так и произносите. Т или д это варианты произношения артикля в быстрой речи после паузы. И еще одна позиция, где часто возникает гортанная смычка в английском. Это когда за в конце слога следует слоговая . Britain, kitten, written, certain, or certain, button, curtain, or curtain, cotton, or cotton, bitten. raised in Sierra Leone and Great Britain, written, and it was written that he was the rightful, written, and eaten alive, eaten, instead of growing a plant like cotton, cotton... Слово button мы уже разбирали в видео про носовой взрыв. У него, как и у всех слов из этого списка, есть несколько вариантов произношения. Button с полноценным и шва наиболее формальный вариант. Но чаще всего в таких сочетаниях глотализуется. Мы можем поднять язык в положение , а потом, заперев ход воздуха, резко выдохнуть через нос. Это носовой взрыв. Ба-тн. А можем просто сделать гортанную смычку, то есть маленькую паузу, а потом просто сказать . То есть либо с толчком в нос . Либо без, чуть мягче и расслабленней звучит . Киттен, а потом . А киттен, а потом . А три-монт-од киттен . Киттен . Анти-киттен эпитетс . Киттен . Вы можете выбрать любой вариант, но почему я предпочитаю студентов учить через носовой взрыв? А потому что кроме сочетания . Плюс слоговый , бывает еще . Плюс слоговый . Как в словах wouldn , hidden , burden , or burden , sudden и так далее. И они практически всегда звучат через носовой взрыв. Я посмотрел 100 случаев слова burden или burden на юглиш. Там 73% через носовой взрыв. И только 27% через шва. Как burden или burden . И есть еще супер высокочастотные слова. Didn't , wouldn't , couldn't , shouldn't , didn't . 91% через носовой взрыв и только 9% через шва. Как didn't . То есть когда речь идет об аллофонах, то есть специфических вариантах звука, здесь нет железобетонных правил, что именно так надо. Есть некая статистика. Вот так чаще, а вот так реже. То есть можно произносить эти слова как didn't, wouldn't, couldn't, shouldn't через шва. И вас будут прекрасно понимать, но и вы должны понимать, что в устах носителя такое произношение звучит либо чересчур формально, либо чересчур лениво и по-детски. А в вашем случае это усугубляет иностранный акцент. Также нам важно отличать от даже в таких позициях, где они превращаются во что-то другое. Потому что сохраняется разница в произношении и меняется смысл в определенных минимальных парах. Written у нас может превратиться в чистую паузу, как written. А в слове written никогда не может заместиться на паузу. И written у нас или гортанная смычка и носовой взрыв. Written Или гортанная смычка и просто . Written А в written только носовой взрыв и никакой паузы. В этом слове связки гудят без остановки. Written And I've just written a new book. Written So I've written to the rescue. Written Точно также мы отличаем фамилию burden или burden через паузу от burden или burden. Ошибкой будет произнести burden с гортанной смычкой. Иногда такое слышу у студентов. И ошибкой будет не делать носовой взрыв. Мы не можем от отказаться, потому что тогда вообще пропадет и останется burn. Burn Или burn Burn А это уже другое слово. Это burn Или burn There I know Glenn Burton gave the first one. Burr-н In 2004 Brian Burton took the Jay-Z Black album. Burr-н I see people like Susan Burton and so many others. Burr-н You have a very heavy burden about their families. Burr-н И еще немного пар. Bitten Bitten Cotton Codden Or carton Carden Harden 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 Or hearten Harden Eaten 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 He was bitten by a spider. Bitten By This is fruit that you're bitten to eat. Bitten But are actually expressly forbidden by Bitten Bitten Forbitten But Вот поэтому если у вас не получается произносить didn't, wouldn't, couldn't с носовым взрывом, тогда тренируйте и и и и сочетание с носовым взрывом. То есть и Bitten и Bitten произносите так, тогда у вас окрепнут нужные мышцы и вы научитесь дергать мягким нёбом произвольно. Смотрите видео о носовом взрыве, там я давал большой список слов для тренировки этого элемента. Элизия Это когда какие-то звуки просто исчезают. Например, в русском мы говорим власть, но властный, звезда звездный, пост постный, голландия голландский и так далее. То есть просто исчезают. Так вот в английском тоже имеют тенденцию исчезать, если один слог заканчивается на комбинацию согласный плюс , а следующий слог начинается на другой согласный. Мы говорим hand или hand в американском английском, но handbrake, handshake, handsome или handbrake, handshake, handsome. Мы говорим post, но postman, postcard или postcard, postbox или postbox. Точно так же ведут себя на стыке слов в слитной речи в окружении других согласных. Hand luggage, post service. На самом деле вовсе не обязательно исчезают в этих позициях бесследно. Это не железобетонное правило, это некая статистика. Скажем, на юглиш для postcard всего 2-3 случая на сотню, кто выговаривает там настоящее как postcard. Но они есть, а остальные примерно 40 на 60. Либо выпадает совсем, либо оставляет на месте себя гортанную смычку или произносится без релиза. We joked that her suicide would have made a way better postcard. Postcard. And he sent her a little postcard. Postcard. A really good postcard set for my shop. Postcard. Handsome. Я полистал, никто не произносит handsome. Но гораздо чаще там звучит безрелизный как handsome, чем выпадает совсем как handsome. She found most handsome. Handsome. Who is very handsome, very sexy. Handsome. Very handsome. Handsome. The main girl meets a handsome guy. Handsome. А вот такое распространенное слово как mostly очень часто звучит как mostly, вообще без . . Формальные правила здесь сформулировать крайне сложно. Гимсон, например, описывает так. Если следует за voiced continuent, то есть согласным, которым можно тянуть, , то могут выпадать за счет того, что предыдущий согласный тянучка продлевается. First light. Tend meat. Или если идут после стопа или фрикатива. ,, ,, ,, ,, . . But total employment in this country has lagged behind. . . Исключение не любят исчезать перед her. First hand или first hand. Rushed home. Worked hard или worked hard. Raised hands или raised hands. Guest house. Потому что тут как бы хочет стать началом второго слова и придыхаться. И перед е. Там платализация, возможно, как вариант. Last year или last year. Американский last year или last year. Helped you или helped you. Left you или left you. Sent you или sent you. But over the last year. Last year. And we built last year, as some of you may have seen. Last year. On the first of September last year, I started. Last year. What helped you make peace with your path? Helped you. And I hope this video helped you understand. Helped you. Правила эти сложные. Запомнить все эти случаи трудно, а определить методом прищура, в каких случаях чаще могут выпадать, а в каких реже, для иностранца и просто нереально. Поэтому мы с вами поступим иначе. Мы сделаем гораздо проще. Я вам дам волшебное правило, с которым вы будете произносить практически все такие сочетания правильно. А со временем и с практикой, когда это станет мышечной памятью, вы даже сможете научиться чувствовать эти моменты интуитивно, когда должны выпадать, а когда нет, так как это делают нейтивы. Все очень просто. Помните, мы чуть раньше практиковали минимальные пары на безрелизное и гортанную смычку вместо set, said, write, ride, let, led и так далее. Вот так и нужно стремиться произносить в этих кластерах на стыке слов. I send mail. Мы пытаемся выговорить там, напрягаемся, но до релиза не доводим. I send mail. И вот за счет этого напряжения удлиняется. I send mail. А I send mail здесь мы делаем гортанную смычку и возникает резкая пауза. I send mail. Вот этим и отличается I send mail и I send mail. I send mail. I send mail ballots. I send mail. Literally a function called send mail. I send mail. You might consult your sent mail. I send mail. Why Harry Potter sent mail using owls. I send mail. Мы стараемся произнести вот это безрелизное в send mail, а там как получится. Получается от него какой-то остаток, какой-то хвостик? Хорошо. Если неудобно и он практически пропал, то так тоже можно. Но за счет того, что вы пытаетесь там что-то произнести, как раз и будет удлиняться предыдущий соноран. А во фразе send mail мы резко останавливаемся и делаем паузу. Не получилось, тоже ничего страшного, потому что в более быстрой и небрежной речи в таких позициях могут и вовсе исчезать. И send mail, и send mail могут сливаться и звучать идентично. I send mail, I send mail. Но мы все-таки будем стремиться выговаривать их так, чтобы они немножко различались. И тогда со временем вы сами начнете чувствовать, где эти нюансы очень трудно и неудобно выговаривать, и где можно схалтурить. They seem good. В быстрой речи они могут сливаться, а в более медленной формальной речи seem... Вот это безрелизное, там мы чуть-чуть обозначаем. Bad food that'll seem good. It's about using seem good. Полт шейп, полд шейп. Здесь на мой вкус вполне реально это обозначить. То есть это резко обрывается гортанной смычкой. Полт шейп. А полд... Вот за счет того, что мы пытаемся там выговорить, вот это немножко продлевается. Полд шейп, полд шейп. И все это важно в том числе потому, что у нас есть огромное количество таких кластеров, где нужно отличать прошедшее время, которое как правило оканчивается на от настоящего. They built the house, they built the house, they built the house. Все три звучат немножко по-разному. They built the house. Здесь напряженный этот кластер. Д, русское двойное звучит, потому что ассимиляция. They built the house, they built the house. Здесь пауза резкая. They built the house, и they built the house. А здесь все ровно, без каких-либо чудес. Все три немножко по-разному звучат. They built the house, they built the house, they built the house. It takes them seven and a half years to build the house. Build the house. I built the house around us. Build the house. You get to build the people for this coal-fired power plant. Build the people. I look back. Вполне могут сливаться в быстрой речи. Look. Здесь и так усиливающая гортанная смычка. А дальше еще выпадает, еще пауза. А дальше еще стоп. Look back. В более медленной речи еще длина этой паузы может быть чуть дольше. Look back. То есть мы как бы это произносим мысленно. Look back. А в реальности молчим. А в быстром темпе I look back, I look back будут звучать фактически одинаково. When I looked back at much of the English language literature, I looked back. I was horrified when I looked back in 2016, and I looked back. She looked back at herself in the mirror. Look back at herself. Look back, look back at that, have it written on the wall. Look back, I haven't written on the wall. Work as bend pipes, work as bend pipes. Bend... Здесь пытаемся выговорить безрелизное . И немножко он продлевает согласный. Bend pipes, work as bend pipes. Здесь у нас резкая пауза. They bend pipes, they bend pipes. To bend myself. Bend myself. Then I'm gonna bend my knees. Bend my... I bent my knees. Bend my... Then I bent myself completely out of shape. Bend myself. You helped me, you helped me. Опять в прошедшем времени ритмика другая. Вот это выпадающее, оно как бы подразумевается и оставляет маленькую паузу. You helped me, you helped me. I reckon they can help me. Help me. It really helped me. Help me. I spell milk, I spell milk. Опять в прошедшем времени вот эта гортанная смычка на месте резко обрывает предыдущие. Spell milk. И ритмика другая возникает. I spell milk, I spell milk. To like spill my thoughts. Spill my... Sort of cry over spilled milk. Spill milk. You picked one and grabbed one. Опять же в более быстрой, в более небрежной речи эти две фразы будут звучать совершенно идентично. А если мы более медленно, более подчеркнуто выговариваем, то в прошедшем времени будут напряженнее эти кластеры звучать. You picked one. Пауза будет напряженная. You grabbed one. Пытаемся выговорить безрелизный D. You picked one and grabbed one. One guy grabbed me, pulled me on the dance floor. Grabbed me. So I grabbed one. Grabbed one. So I grabbed one off the internet. Grabbed one. They actually did grab one of those children's menus. Grabbed one. И в американском английском в более медленной, в более формальной речи мы различаем can и can. I can do that и I can't do that. Can. Небольшая пауза. А в быстрой речи они могут сливаться, хотя отчасти это искусственный пример, потому что can это модальный глагол, на него редко падает ударение, и чаще всего он звучит в редуцированной форме. I can do that. А на can't, на отрицание, как правило, приходится фразовое ударение. I can't do that. То есть эти фразы еще и ударением будут отличаться. You can't do that and be happy. Can't do that. We can't do that if we're not aware of. Can't do that. So the answer is yes, we can do that. We can do that. And you can do that for free. You can do that. И я вам рекомендую именно так воспринимать и учить. Так вы будете говорить практически всегда правильно, вы не будете звучать чрезмерно формально, и вас будут понимать даже лучше, чем тех носителей, которые просто выкидывают . Старайтесь на стыке слов обозначать там как некое рудиментарное безрелизное , а на месте делать паузу. А если это совсем неудобно для быстрой речи, вы сами это почувствуете, тогда выкидывайте и не парьтесь, это тоже приемлемый вариант. Вот с таким лайфхаком вы будете звучать понятно, сами начнете лучше понимать и слышать эти стыки. И при этом будете звучать на 100% в рамках современной разговорной нормы, что для RP, что для General American. Мы уже знаем с вами, что если слово заканчивается на , а следующее начинается на согласный звук, то и в RP, и в General American в связной речи превращается в гортанную смычку или безрелизный . Right now, get back, set price, might change, let go, great view. Современный британский английский идет еще дальше, и эта гортанная смычка на месте настолько въедается в само слово, что становится практически неотделимо от него и сохраняется даже тогда, когда следующее слово в потоке речи начинается на гласной. I got it, about a book, that is, not only, but also, put it there, get outside. To help you guess over that feeling of being watched. Guess over that. And if we can get over that simultaneous message. Get over that. And I can help you get over this. Get over. It is a bit of a must see. It is must see. Let's give them a little bit of time on their own, a little bit of solo. A little bit of time. Let's take it out of the kind of personal. Take it out of the. For the past four years it has been about our country. About our. Not only does this re-consolidation view, it also gives us a way. Not only, it also... Но некоторые британские акценты и на этом не останавливаются. И в них замещается на гортанную смычку даже внутри слова между гласных. Например, в акценте лондонских кокней «getting better» будет звучать как «getting better», «pottle of water» как «pottle of water», а «beautiful city» как «beautiful city». I'm 45 years old. 40... I've used computers, like, all my career, you know. Computers... If you took a photograph of a packet of... Photograph... You know, putting up passive-aggressive sort of notifications and stuff. Putting up notifications... I look better... Better... By deciding to move to this city or that city or... City... And I have such anxiety about being a single parent. Anxiety... So, the naughty side of it... The naughty... A massive amount of opportunity when I was growing up... Of opportunity... We've talked about it, I'm pretty sure. Pretty... And getting excited about where we were going... Getting excited about... Такое произношение считается нестандартным, непрестижным и стигматизируется даже сегодня. Whenever anyone meets me, because of my accent and because I smile, they automatically think I'm not very intelligent. They automatically... Night's in or night's out? Wait, what was that? Oh, sorry, my terrible accent. Night's in or night's out? Night's in. Night's in. На собеседовании при приеме на работу у кандидата с таким акцентом получить престижную должность шансов меньше. А вот связывание слов через гортанную смычку what about, get over и прочие a lot of уже давно стали вариантом нормы. И вы это не только на BBC, но даже в речи членов королевской семьи можете услышать. It's not easy for anybody. В американских акцентах связывание через гортанную смычку гораздо менее распространено, потому что там в такой позиции обычно используется флап. What about? Right away. Not at all. Put aside. Однако многие лингвисты отмечают, что последнее время и в Соединенных Штатах появилась тенденция использовать гортанную смычку на стыке слов перед гласными. Исследователи отмечают, что молодежь делает это чаще, чем люди в возрасте, а особо женского пола икают между слов чаще, чем мужчины. Так что если отловить какую-нибудь американскую девочку-подростка, то из нее за пять минут можно нашинковать прекрасный салат из отборных гортанных смычек. И в других дней я не смогут ничего сделать. Ногут ничего. Ногут ничего. А иногда вы даже можете услышать из уст американских поп-звезд интервокальную гортанную смычку, то есть внутри слова между гласных. Например, I'm flowing like a butterfly на манер кокни. А вот здесь как раз находится тонкая грань. Артисты зачастую просто выпендриваются и делают это ради эпатажа или ради ритмического эффекта. Это не значит, что в реальной жизни американские артисты говорят getting a butterfly, как лондонские таксисты. Если бы Кейти Перри говорила бы butterfly, она бы и себя именовала, как Кейти Перри. You know who you look like there? Who? Кейти Перри. She knows I've been mistaken for her. You have? Yeah, I had someone come... I walked into a bar once in London, someone went... Oh my god, it's Кейти Перри! Кейти Перри! А вот getting вместо getting это особый случай. Чаще всего подобное вы можете услышать из уст афроамериканцев. I'm just saying, but these things start getting real... So maybe we're getting lit. We're getting lit. Babysitting, getting them out of trouble. I ain't never ran from them, but the police... Shooting people and catching bodies, and robbing, shooting people... Getting — nothing вместо getting — nothing. Ну, во-первых, African-American Vernacular English — это фактически отдельный язык со своей фонетикой и своей грамматикой. Но и белые могут иногда так говорить. I'm putting my eye on it. Putting my eye on — If you're interested in getting into business and growing grapes for wine... Getting in — We're getting down to the part of the wood that we're going to leave. Getting down — Yeah, that's a term that is getting a lot of press now. Getting a lot of — You suggest not putting in like she said I was just... Putting in... So she could try maybe putting a couple out in the yard... You can just put out a little oscillating sprinkler... Oscillating... Эта история тянется аж из древнеанглийского. Я еще буду об этом рассказывать в видео про вилярный носовой , когда мы до него доберемся. Так вот, инговые окончания частенько во многих акцентах английского превращаются в in. То есть getting становится getting. Это называется G-dropping и часто обозначается апострофом. А раз getting становится getting, то здесь начинает работать та же логика, что и в button, written, kitten. Поэтому getting становится getting становится getting с гортанной смычкой. Важно понимать, что это считается диалектным и просторечным произношением. И в формальной ситуации, например на собеседовании при приеме на работу, это может работать не в вашу пользу. В Соединенных Штатах J-dropping ассоциируется с южными акцентами и с черными акцентами, которые по происхождению южные. А в Лондоне, например, так говорят кокни, это акцент рабочего класса. Поэтому если вы скажем живете на юге США, то это не проблема, там все так говорят. А вот если вы, например, фанат рэпа и подражаете черным, то это чревато. Вы можете начать звучать как Макс Левчин или Тарантино или как какой-нибудь Ali G. Собственно комизм этого персонажа и строится на том, что белый, который пытается подражать черным, выглядит смешно. С другой стороны, есть еще одна грань, за которой вы начинаете звучать чрезмерно формально. Это если вы начинаете выговаривать все как особенно в американском английском. Почему так? А потому что в начале 20 века в Америке в аристократических кругах существовала мода на лондонское ales произношение. Так разговаривали американские президенты и звезды черно-белого кино. Этот гибрид американского акцента с британским назывался transatlantic или mid-atlantic English. «После Второй мировой войны это произношение быстро вышло из моды, а в кино с таким акцентом стали разговаривать только карикатурные персонажи». Более того, злодеи в голливудском кино 20 века стереотипно очень часто разговаривают с британским акцентом. Или с другим, отличным от General American. Например, есть исследование, где авторы почитали, что 83% положительных героев в диснеевских мультиках разговаривают на General American. И лишь 20% всех героев, разговаривающих на General American — отрицательные персонажи. «Моя единственная любовь, дарлень, я живу для фырс! Я обожаю фырс! И тогда, конечно, у вас есть твои маленькие друзьями! Но есть один маленький вопрос. И Transatlantic произношение, одной из черт которого является четкое выговаривание, часто используется в кино как художественный прием для создания манерных, надобных, персонажей, или для авторитарного надзирательного тона, как учитель разговаривает с учеником. Рональд, remember, when you are out walking, you walk past a snitch of that type without talking. Keep your snitch in the air and remember to snort. We have no truck whatever with the plain-bellied sort. Поэтому из-за излишнего тканья вы начинаете звучать как профессор, обращающийся к студентам. So, in an informal situation that might sound patronizing and simply unfriendly. Помните слово football или football, британский вариант? Но в любом случае вы уже знаете, что foot в нем надо произносить с гортанной смычкой. Потому что как football его произносят только иностранцы и Люся, известный некоторым из вас YouTube преподавателя английского из Великобритании. This place has a football club. I can play football. Я прошерстил больше сотни примеров этого слова на юглиш, и так его произносит только она. Потому что она учитель, а ее зрители иностранцы. Вот поэтому она так разговаривает. Так что держитесь золотой серединой. Не копируйте вопендреж музыкантов, чтобы не звучать вычурно и манерно. И пользуйтесь алафонами . То есть флапом, гортанной смычкой и безрелизным . Там где это нужно, разумеется. Чтобы не звучать чрезмерно формально. И тогда у вас все будет хорошо. И еще один маленький момент, когда используется гортанная смычка в английском. И это для эмфатического акцента на слово, которое начинается на гласной. Actually, excellent, outside, instantly, anything, achingly. В таком случае слово начинается с твердым приступом. Мы крякаем в начале слова. Actually. Это не значит, что любое слово на гласной так начинается, нет. Только когда мы хотим выделить его по смыслу. Иначе если мы будем каждое слово начинающееся на гласной так рубить, у нас получится немецкий акцент. In and out. Потому что в немецком твердый приступ вшит в слово. А в английском мы слова связываем слитно. In and out. Как одно длинное слово. Но если я хочу подчеркнуть какую-то часть этой фразы, я начну ее с твердого приступа. In and out. In and out. With the excellent research. The excellent. Today under the excellent leadership. The excellent. And it is appropriate to celebrate the excellent university. The excellent. That would be to repeat the excellent work of other lecturers in this series. The excellent cover. And acclimate to the new design more quickly. We actually published. And acclimate. We actually. And for the first time we actually can. We actually. To be able to quickly get in and out of tight spaces. Get in and out. They want to go in and out of all the places. Go in and out. Both in and out of the classroom. Both in and out. And these technologies are coming back with the solution. And these technologies are coming back with the solution. Actually, maybe, no one. Actually, maybe, no one. Technologies. Здесь безрелизный звучит. Technologies. Coming back with the. Та же самая история без релиза. Coming back with the. Actually. Здесь начинается с твердого приступа после паузы, а безрелизный. Actually. And we were fascinated by. And we were fascinated by. What that might mean for architecture. What that might mean for architecture. What that might mean. What that might mean. Здесь каждое из этих трех слов кончается на . А дальше идет согласный, поэтому они замещаются на гортанные смычки. What that might mean. For architecture. For architecture. Здесь он зажевывает слог. А tech это у нас краткий гласный. За ним идет стоп. Поэтому этот слог произносится с усиливающей гортанной смычкой. Architecture. And you go over to the bookshelf. And you take down that textbook. And you open it. And you open it. To the bookshelf. To the bookshelf. Здесь звучит полноценно с релизом bookshelf. And you take down. Здесь уже без релиза. Take down. Take down. Not textbook. That. Здесь гортанная смычка. Т замещается. That. Text. Здесь краткий слог, дальше идет стоп, поэтому усиливающая гортанная смычка. Text. Та же самая история. Краткий гласный, поэтому тоже усиливающая гортанная смычка. То есть звучит как бы с небольшой паузой. И получается that textbook. И вот эти усиливающие гортанные смычки постоянные, они создают такой резкий, отрывистый, стаккатный характер британской речи. And you open it. And you open it. Слово open она начинает с твердого приступа. It provides you with a skill set. It provides you with a skill set. That you'll always use in the workplace. That you'll always use in the workplace. It. Здесь гортанная смычка, потому что следующее слово provides начинается на согласный. It provides. With a skill set. Обратите внимание, какое напряженное, интенсивное это с. Skill set. То есть оно звучит не как в русском в слове собой, а как в русском с собой. Как русское двойное с. И это характерный момент. Английские , которые не придыхаются. Они очень часто звучат с таким интенсивным напряженным . Skill set. That you'll always use in the workplace. That you'll always use in the workplace. That. Гортанная смычка икает. That you'll always. You'll always. You'll always. You'd. А здесь, хотя дальше идет гласный. You'd always. Но она не слитно произносит, а это D у нее все равно. Безрелизное. You'd always use. И вот это that you'd always use тоже создает напряжение такое, как будто бы она давится. That you'd always use. Is used in the workplace. In the workplace. К безрелизный. Work place. But it's not until they get to sort of 3-6 years old. But it's not until they get to sort of 3-6 years old. That they get into something called the conceptual self. That they get into something called the conceptual self. But it's not until they... But it's not until they... Not until. То есть он not until сливает вместе. И вместо until эта шва выпадает и соединяется с предыдущим словом через носовой взрыв. Not until. Not until. Till they get... Till they get... Здесь два t подряд. Get... Разумеется, последнее произносится как гортанная смычка. Замещается. Get... 6 years old. 6 years old. 6 years он произносит как 6 years. Эта плотализация называется когда... С-й. Кластер превращается в щ. 6 years. То есть можно сказать 6 years, а можно сказать 6 years полноценно. That they get in... That they get. Здесь гортанная смычка. Т замещается. Обратите внимание, что это не that day, не двойное русское d, а the pausa day Something Здесь интересный случай Вот здесь гортанная смычка, th замещается на гортанную смычку Потому что something это function word И оно может редуцироваться так Есть даже еще более редуцированный вариант Some pausa То есть примерно как по-русски вы произносите Так и something Let me show you something Conceptual Здесь сеп краткий слог, краткое, а потом идет стоп Поэтому усиливающая гортанная смычка Conceptual То есть как помните, как в русском я рассказывал, что есть вот этот восходящий тон с гортанной смычкой Хорошо Вот здесь такая же история Conceptual What happens What happens When we go with what is actually counterintuitive When we go with what is actually counterintuitive To what we think should happen To what we think should happen Ну первое, что бросается в глаза Это американский акцент, конечно же, звучит мягче после британского Вот этого постоянного Постоянного давления Постоянные коды здесь гораздо меньше Но и здесь хватает гортанных смычек Сейчас мы их наловим What happens What happens Здесь есть Помните, я рассказывал, что перед Есть тенденция, что он произносится полноценно Но и what happens Могут сказать без проблем What is actually What is Здесь у него флап звучит Is it actually Actually С твердым приступом Он после небольшой паузы Его делает У него есть Но практически безрелизный Он очень слабо звучит Actually Is it actually counter-intuitive Counter-intuitive Counter- Здесь кластер NT ассимилируется Counter-intuitive To what we think What Здесь гортанная смычка Потому что дальше В Согласный What we think What is actually right About what I'm thinking What is actually right About what I'm thinking Because we have a tendency When we get hijacked like that Because we have a tendency When we get hijacked like that What is actually What is actually Она произносит это слитно А предыдущий джентльмен у нас и кал там Он с твердым приступом произносил What is actually А здесь слитно What is actually About what I'm About what I'm About Здесь Замещается на гортанную смычку Потому что дальше What About what I'm When we get hijacked When we get hijacked Помните я вам обещал что Может не произноситься перед Хотя как бы Гимсон нам не велит Вот пожалуйста вам пример Она делает чуть больше паузу поэтому безрелизное hijacked И не произносит здесь полноценного А дальше это боковой взрыв называется очень плотно произносится кластер Hijacked Like Тоже безрелизное Like That Look at the democratic debate That is taking place around the world now Look at the democratic debate That is taking place around the world now That people understand what is actually going on That people understand what is actually going on Look at the Look at the Look at the Здесь звучит звонкое Но At Не замещается на Как мы это делаем с русским акцентом At At Нет здесь пауза At 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 That is taking That is taking А здесь интересно Здесь он носовой взрыв делает Taken В нос взрывает Если помните в видео про носовой взрыв я жаловался что не смог на юглиш найти примера слова taken с носовым взрывом Как taken Вот здесь он нашелся Хотя здесь другая форма здесь taking каноническая Но тем не менее он его произносит как taken В нос взрывая The people understand The people understand Здесь the на гортанную смычку замещается Потому что дальше согласный The people Understand what is actually What is actually What Здесь У него малепусечный Но он есть Он старается произнести безрелизный Но он у него пролезает Вот и вы должны подбирать такое усилие Чтоб он через раз то появлялся то подавлялся Is actually Actually у него с твердым приступом Опять первый мужчина у нас с твердым приступом Ту же самую фразу говорила женщина вторая What is actually связывала ее слитно А здесь снова у нас с твердым приступом через паузу What is actually Then those visitors might forget Then those visitors might forget Then those visitors might forget That they actually have backpacks and tents That they actually have backpacks and tents Then 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 Здесь у нас краткий гласный Э, а дальше сонорант И then Растягивается Помните в видео про лай я рассказывал как это делать И вот здесь это очень хорошо слышно Might forget Might Дальше у нас Forget Идет Поэтому здесь замещается на гортанную смычку А forget Здесь у нас просто так То есть тоновый паттерн у нас ступенька Get На двух нотах А просто исчезает без каких-либо причин That they actually Здесь гортанная смычка That they actually Она произносит слитно Здесь у нас безрелизный потому что два стопа Backpacks В таком случае первый стоп произносится без релиза Backpacks Intense Intense Маленькая-маленькая пауза здесь есть на месте T Tense И этим вот это слово отличается от слова tense Напряженной Tense 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 Хотя наблюдается и обратная тенденция в американском английском Иногда слово prince То есть prince произносит как prince То есть печатает Prince As with Whitney Then there's prince 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 Принц 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 Р knис Субтитры сделал DimaTorzok